АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ В церемонии инаугурации новый руководитель региона принес присягу и выслушал напутственные слова коллег и товарищей. По лестнице национальной библиотеки глава республики поднялся в зал в присутствии 250 свидетелей. Гостей церемонии руководитель Карельского центра избиркома Алексей Бахилин подвел окончательные итоги выборов. Затем в зал внесли конституцию республики Карелия. Новый глава приступил к присяге. Кринус! Я за системой полномочий, главой республики Карелия, уважаю и охраняю права и свободы человека и гражданина. Соблюдаю и защищаю конституцию Российской Федерации, федеральные законы, конституция и законы Республики Карелия. Верно служить народу! Один за другим почетные гости церемонии напутствовали Артура Парфенчикова. Так полпредпрезидента Николай Цуканов пожелал главе быть ближе к народу. Необходимо заручиться в поддержке жизни. Ни один коллектив, ни один коллектив, ни один коллектив не спорят за настоящее время и получатся одобрения жизни. Новый глава принес присягу в здании Национальной библиотеки, там, где традиционно проходили поэтические вечера. Стихи Артура Парфенчикова, посвященные победе на выборах, уже успели получить широкую известность и даже вызвали целый шквал пародий и поэтических откликов. Тем не менее, на церемонии инаугурации глава решил обойтись без стихов. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. И все же без стихов не обошлось. Прямо у здания библиотеки простой петрозаводский пенсионер прочитал свое сочинение и посвятил его всенародно избранному губернатору. По словам пенсионера Виктора Склерова, о поэтических опусах карельского главы он наслышан. И даже написал свой стихотворный ответ под названием «Жизнь не стала лучше». Снова цены на продукты по карману сильно бьют, как петлей задавят скоро нас тарифы ЖКХ, повышение своих пенсий. Так с надеждой ждут, да вот всех пенсионеров шлют на букву «Х». Время выборов подходит, вновь о благах говорят, но не верят кандидатам. Жизнь не стала лучше. Ясно всем, слугам народа, все до фонаря. Эти ж власти сильно рвутся к новым должностям, к толстым кошелькам, к льготам, к новому трамплину. Тот трамплин к большим высотам, да к тем радостям, что не каждому даются у нас, гражданину. Романтические отношения с населением закончились. Завтра люди начнут оценивать шаги. Так сегодня заявил полпредпрезидента на северо-западе Николай Цуканов, комментируя вступление в должность Артура Парфенчикова. Сегодня же в правительстве Карелии представили новую структуру органов исполнительной власти. Численность госслужащих осталась прежней. В самой системе произошли изменения. Одним из прорывных направлений экономики, по всей видимости, является туризм. Управление вновь выделили в отдельный орган. Ключевые надзорные функции сконцентрированы теперь в Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору. Государственные закупки в ведении отдельного управления Министерства финансов. Министерство сельского и рыбного хозяйства возглавит руководитель в ранге вице-премьера Владимир Лабинов. Министром национальной и региональной политики назначен Сергей Киселев. Министром строительства Олег Ермолаев. Прежний глава строительного ведомства Дмитрий Матвеец возглавил Минэк. Председателем Государственного комитета по ценам и тарифам стал Глеб Суршко. Еще ведутся согласования по некоторым ведомствам, в том числе Минздраву. Полпред президента Николай Цуканов назвал новое правительство сложившимся коллективом. Большинство министров остались при своих должностях. Нет времени на раскачку. Люди сегодня ждут перемен. Уже с сегодняшнего дня романтические отношения с населением закончились. Завтра утром люди начнут оценивать шаги. И уже то, о чем сказал глава республики, это отопительный сезон. В него нужно войти красиво, хорошо, без проблем, чтобы в каждом доме было тепло, каждое сезонное учреждение отапливалось. И по этому поводу не должно быть никаких вопросов. И после появления тепла во всех домах республики расслабиться не получится. Исполнение указов президента и улучшение качества жизни. По этим критериям будут оценивать работу нового губернатора. Не только вышестоящие чиновники, но прежде всего люди. Юлия Кучеренко, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. В мэрии обещали дать тепло петрозаводчанам еще 22 сентября. А начали подключать только сегодня. Новый Соломинский мост хотели открыть в воскресенье. Но до сих пор движение по нему невозможно. Обещание и реальность на планерке в администрации. В сюжете Юлия Кучеренко. Компания ТГК, по словам Ирины Мирошник, начала запускать котельную в воскресенье. Сегодня подключение домов началось. В городе Петрозаводске управляющие компании будут под традиционной схеме докладывать нам каждый час о количестве подключенного фонда. Временная переправа в Соломином пока закрыта, рассказала журналистам Мирошник. Напомним, сборка основных фрагментов временной переправы была завершена в пятницу вечером. Ее доставили в Петрозаводск военные. Переправа будет действовать до конца ноября. Но пока ГИБДД не разрешила открыть движение по переправе, на которой не предусмотрено ограждений. В ближайшие два дня администрация будет предпринимать дополнительные меры по обустройству ограждений на временной переправе. Вновь откроют двери для арендаторов Карелия Маркет. Ирина Мирошник подтвердила, что здание, возвращенное в городскую собственность, передает муниципальному предприятию «Петропит». Предприятие по решению сити-менеджера возглавил депутат Петросовета Дмитрий Романов. Меня Романов вполне устроил, поэтому я его назначила. В ближайшее время помещения в здании Карелия Маркет начнут сдавать в аренду. По словам Мирошник, необходимо это для того, чтобы заработать средства на реконструкцию здания. А потом приспособить под нужды городских организаций. К примеру, в здании может располагаться паспортная служба, заявила Ирина Мирошник. И еще, несмотря на протесты прокуратуры и негативную реакцию со стороны ГИБДД, городские власти не собираются убирать знак, запрещающий въезд на улицу Федосовой. По словам Ирины Мирошник, к пробкам запрещающий знак не привел. И убирать его сити-менеджер не собирается. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. В Петрозаводске открылась персональная выставка Тенгиза Гигалашвили. Тенгиза Гигалашвили, художника, работающего в технике ручного ткачества. Что такое гобелен и трудно ли его создавать, узнал Александр Лычагин. На первый взгляд работы Тенгиза Гигалашвили кажутся живописными полотнами. Но есть один нюанс. Они не написаны кистью, а вытканы из цветных нитей. В Карелии у Тенгиза Гигалашвили нет конкурентов. Техникой гобелена в совершенстве владеет только он. Занимается ткачеством уже четверть века. На выставке в доме ремесел мастер познакомил зрителей с последними своими работами. По словам художника, гобелен – вещь достаточно трудоемкая и требует массу времени. К тому же, в отличие от живописи и графики, эта техника не прощает ошибок. «Если масло, например, ты можешь перерисовать, добавить цвет. В гобелены что происходит? Ты ткешь, и пока ты не саткешь, например, половину, ты не увидишь всю композицию. Если не получается, тогда приходится его распускать. То же самое, как в скульптуре. Если ты лепкой занимаешься, ты можешь добавить, слепить. А если ты с марамором работаешь, например, ты отломал кусочек, и там уже не приклеишь. Все, уже работа пропала. То же самое, получается, в гобелене». К слову, живописные и графические работы Тенгиза Гигалашвили на выставке тоже представлены. Познакомиться с творчеством необычного и разностороннего мастера можно до 29 октября. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НИКО+. А новости на сегодня все. И я, Маргарита Михайлова, с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok